Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос. Почему среди молодых людей так много инфантильных, не желающих создавать семью? Как говорит сырый богнёд с головы, и хорошо бы поговорить с родителями этих детей. Как же они его воспитали? Или её? Ну, да, но в контексте его. Чаще всего ты узнаешь, что ребёнок был один, вырос в исключительно тепличных условиях. Да ладно, если бы тепличных. Он был богом. Не в пантеоне, его был настоящий, мощный монотеизм, где бог, слово, находился где-то далеко-далеко. А ребёнок, как божество, находился в самом центре. Лучшие игрушки, лучше образование, вся любовь. Все остальные на твоём фоне говорили такому ребёнку. Они твоего мизинчика не стоят. Ты самый лучший. Ты самый умный. Ты самый красивый. Ты самый сильный. В общем, всё у тебя получится. Ты царь всей земли. Вырастает что? Вырастает маленькое божество, которому всегда необходимо слышать эти слова. А он услышит это в семье. Вряд ли. Потому что в здоровых семьях такое мужьям не говорят. Чуть-чуть. Изредка. Да. Хорошо, когда жена иногда говорит своему супругу, что он её осчастливил тем, что на ней женился. Вот он немножко переосанивается. Думает, ну да. Кто молодец? Я молодец. Но когда он требует этого постоянно, это уже болезненная некоторая ситуация. А ведь требует постоянно. И ответственности никакого не хотят нести. Ну, привыкли и в детстве, и в юношестве получать всё и не давать взамен ничего. Брать от жизни всё. А если нету нравственного фундамента, на котором строились взаимоотношения с родителями и с окружающим миром, как говорит апостол Павел в послании Кефесина, «Отцы, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем». Это очень глубокая фраза. В двух словах говорится о том, что Евангелие должно являться основанием для воспитания детей. И там не говорится о том, что ребёнок должен быть на первом месте. На первом месте, конечно, должен быть Бог. Если он будет на первом, всё остальное будет на своих местах. А на втором кто? Ребёнок? Для мамы, например. Муж? Может быть, для мужа ребёнок? Нет. Жена. А там уже идёт на третьем месте ребёнок. И хорошо, если их двое или трое. Тогда они, скажу просто, вырастают, честно, более адекватными. Потому что младшие учатся послушанию у старших, старшие учатся ответственности, присматривая за младшими. Ну и в каких-нибудь стычках, ссорах они кристаллизируются и воспитываются. Даже там, где не могут помочь родители, они сами справляются. Ну и, конечно, если родители воспитывают их в вере чистого исповедования, исполнении заповедей Господних, в любви друг к другу и к окружающим людям, то всё будет в норме и в дальнейшей семейной жизни. Что такое воспитывать в любви? Покупать самые лучшие подарки, самые дорогие конструкторы Лего и самую дорогую брендовую одежду? Нет. В той любви, которую говорит апостол Павел, который нищет своего. Кому из детей вы об этом говорите? Что твоя жизнь будет правильная тогда, не когда ты идёшь по трупам по достижению к своей цели, не когда обманываешь и злословишь и подворовываешь, чтобы получить больше и лучше? А когда ты отдаёшь, когда ты жертвуешь своим временем, деньгами и жизнью ради другого человека, который, может быть, и не находится с тобой в родственных связях? Многие родители об этом говорят. Немногие. Что получается? Безответственный ребёнок, который хочет, чтобы ему, ему и ему. Выходит, девушка замуж за такого человека, и не складываются отношения, потому что тот по каждому вопросу бежит, советуется к маме. Всё уже, пуповина духовная разрезана, двое будут плотью единой, говорит Писание. Но нет. Мало ли что там Писание говорит. Жён может быть много, мама у меня одна. И браки распадаются. Он думает, что жена теперь будет за ним так же ухаживать, как мамочка родная. И деньги домой приносить, и ипотеку выплачивать, и работать на двух работах. Ну, а я таки буду окошки мыть. Весной и осенью. Может быть, ещё какую-нибудь неброскую работу буду совершать дома. Ведь мне все должны. Я ничего не должен. И знаете, что получается? Такие детки живут вне брака. А если ещё нету твёрдых христианских оснований, то, конечно, они живут с удовольствием вне брака. Зачем ещё связывать себя какими-нибудь путами, нести ответственность и обязанности. А на парне с низкой ответственностью всегда найдётся девушка с низкой самооценкой. А потом она, конечно, страдает, она грустит, и всё ей не так, но она находится в клетке, в клетке, в которой сама себя загнала. Надеюсь, что все родители, которые меня услышали, будут строить отношения со своими детьми по евангельским принципам, а не по тому, как он на сердце ляжет от ветра главы своё. Продолжение следует...